Итак, далее нас ожидает, опять же, достаточно интересный бой. Как мне кажется, Вулкан Аздемир здесь будет встречаться с Элиром Латифи. Что касается Аздемира, 15-4 рекорд, ему сейчас 29 лет. И, собственно, после того, как в UFC вначале он себя неплохо проявил, заработал 3 победы, вышел на чемпионский бой, проиграл Даниэлу Кормье. Сейчас у него стрик из трех поражений подряд. После Кормье он проиграл Энтони Смиту. Опять же, неплохо начал бой вроде, но Энтони Смит в своей излюбленной манере пережил все трудности и в третьем раунде удосрочил своего соперника. Я напомню, что в крайнем бою Вулкан Аздемир встречался с Домиником Рейсом, молодым, перспективным бойцом. И это был близкий бой, прямо скажем. Я знаю, что многие здесь победу Доминика Рейса не увидели. Мне тоже лично показалось, что Аздемир здесь был лучше, но судьи решили раздельным решением судьи отдать победу все-таки перспективному бойцу Доминику Рейсу. И встречаться здесь Вулкан Аздемир будет с Элиром Латифи. Латифи ему сейчас уже 36 лет, рекорд 14 побед и 6 поражений. И, собственно, в последнее время с таким попеременным успехом выступает. Периодически здесь травмируется, отсутствует. Ну вот, если последние три боя брать, да, здесь он выиграл Тайсона Педро, после чего он получил травму. У него был простой. Затем он выиграл Овенса с Энпрю досрочно в первом же раунде, поймал его на гильотину. После чего он вновь травмировался. У него опять был такой простой небольшой. Затем встретился с Кори Андерсоном, проиграл одиногласным решением судей. И здесь просто удивительно, он опять травмировался. И, собственно, сейчас он возвращается после своей очередной травмы. Ну, прямо скажем, достаточно сложный соперник. Вулкан Аздемир здесь идет небольшим фаворитом 1,71. И Лир Латифи 2,2. Андрюх, что здесь скажешь? Скажу, что нас весьма вероятно ожидает самый дерьмовый бой этого турнира. На практике не обещают нам показать вообще ничего интересного. Скорее всего, потные, такие вот полутяжеловесы будут мацкаться и пешком ходить все три раунда. Где кому-то отдадут победу раздельным решением судей. При том, что оба имеют у себя навыки финишера. Оба могут нокаутировать, оба могут сильно ударить. В последнее время они почему-то этого, не знаю, не хотят, наверное, показывать. Нам они показывают совсем другие выступления. Ранее можно было бы сказать, что тут, скорее всего, можно ожидать какого-то финиша. Потому что и Латифи был взрывной, он так хорошо сокращал дистанцию. И Оздемир на ближней дистанции в рубках очень хорошо вырубал людей. То сейчас они как-то очень вялотекуще проводят свои поединки. И вполне возможно, здесь мы увидим что-то подобным образом. Так что, здесь я думаю, я не знаю, коренной швед или коренной швейцарец. Кто-то из них заверет победу раздельным решением судей. Ну, кратко выскажусь. Да, если смотреть на цифры, то, опять же, я здесь с букмекерами поспорить не могу. Я полагаю, что Оздемир здесь должен быть фаворитом, небольшим. В целом, здесь, ну, как мне кажется, либо будет действительно вот такой близкий бой, либо, как мне кажется, Оздемир может даже выиграть здесь досрочно. Вот, но, опять же, как бы, просто кратко я склоняюсь больше все-таки к Вулкану Оздемиру. Ладно, перейдем тогда дальше. И здесь у нас бой следующий. Луис Гарагори здесь дебютирует. И встречаться он будет с Сумбердом Бандынаем. Вот такой вот бой у нас забрался в мейнкарт. Что касается Бандыная, да, у него был очень, очень такой зрелищный, яркий дебют в UFC. Я напомню, что в 2017 году в дебюте он встретился с Мартином Браво и за 26 секунд его красиво нокаутировал. После чего здесь Бандынаи, у него была травма, он некоторое время не уступал. Ну, собственно, травма, проблема с визой. Наконец-то выступил против Габриэля Бенитоса, который, собственно, очень легко и очень жестко его удосрочил с Лэмом в первом раунде. После этого он встретился с Остином Арнетом и проиграл бой единогласным решением судей. Таким образом, в UFC его сейчас рекорд 1 победа и 2 поражения. Ну, опять же, уже в одном из подкастов мы про него говорили. Я просмотрел достаточное количество боев до UFC. В целом, там, Бандынай показывал себя как такой очень-очень агрессивный парень. И, собственно, как правило, либо он досрочно выигрывал бои, либо он сам на что-то там попадался и проигрывал досрочно. Что касается его соперника, Луис Эдуардо Горогори. Это боец, который дебютирует. Боец, который, ну, совершенно неизвестен, но, опять же, местной публике он может быть известен. 12-0 у него рекорд. Это, ну, как я и сказал, местный боец, уругваяц. Опять же, стоит посмотреть на уровень оппозиции. В целом, здесь он, ну, мягко говоря, крайне слабый. Опять же, посмотрел его бои. Ну, боец, опять же, очень-очень опасный. Причем у него и в партере есть навыки. Очень опасная стойка. Я заметил, что он достаточно часто бросает всякие уширы, вертухи. И зачастую со слабыми соперниками это проканывает, и он выигрывает бои досрочно. Ну, опять же, как я и сказал, в целом выглядит достаточно универсальным. Он и в партере может поработать, и в стойке постоять. Финишер. Здесь мы видим близкие коэффициенты. Местный боец, который дебютирует, который не имеет поражений. Горогори, 1,8. Умбердо Банденай, у которого три боя в UFC, но такие два из них не самые удачные. Да, и один очень скоротечный, андердог, 2,05. Здесь такой достаточно спорный бой. Как думаешь, Андрюх, кому здесь все-таки склониться стоит? Самый спорный момент в этом бою это то, каким образом эти днари вообще оказались на таком уровне здесь. Это очень сложно ответить на этот вопрос. Я не могу сказать, что прямо Горогори себя покажет как днари в UFC, но он пока дебютант и ничего еще здесь не показал. Банденай же показал себя как боец такой абсолютно низкого уровня, даже не среднего для UFC. И место ему где-то в жопе прилимов вместе с девчатами, которые будут этот карт открывать. Сейчас мы имеем то, что эти ребята находятся между такими бойцами, как Радольфа Вьера, Джоуз Демир, Висенте Люки, Майк Перри и так далее. Вот как-то не вписываются они в эту композицию. И единственное, что может как-то скоростить этот бой, если они будут обмениваться ударами в стойке. Но если обмениваться ударами в стойке и Банденай не сможет туда срочить в первом раунде соперника, то скорее всего он проиграет. Мы видели то, что у него есть определенные проблемы с кардио. И соответственно, чем дальше будет заходить бой, тем меньше шансов у него будет на победу. Я думаю то, что Луиз сможет все-таки навязать свой ход поединка и прописать ему третье поражение подряд. Да, ну, вполне возможно. В целом, опять же, близкие коэффициенты, по моему мнению, это вполне оправданно. Как я и сказал, они оба обладают таким достаточно агрессивным стилем, оба достаточно опасны. Но, опять же, я бы все-таки здесь, конечно, склонился в сторону местного спортсмена. Но это все очень так.